Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере RedMirMTA, второй сервер, всё как всегда. И сегодня я вам расскажу, как я заработал 180 тысяч долларов всего лишь за неделю. Так что присаживайся поудобнее, готовь что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня на этом сервере есть свой промокод, который находится в описании ролика. Если вы ещё не играли на RedMir, заходите и введите мой промокод про регистрацию, и при получении третьего уровня вы получите ещё 20 тысяч долларов бонуса. Значит, не секрет, что в прошлой серии по RedMir я купил 4 гелика. Но, конечно же, на 4 геликах я кататься не буду, как бы, и я их буду продавать, верно. Но вы думаете, я на 4 геликах как бы 180 тысяч не сделаю, как бы, сделаю максимум 1050, и то это слишком много. А маленький спойлер, ещё затравочка, что в этой серии мы купим ещё 3 ламбы Хуракана, которых впоследствии протюнем, заправим и продадим. И ещё один Макларен, который тоже протюнем, заправим и продадим. Чё-то я штрафов насобирал на 2 870 принять. А, я уже тачку не могу убрать, ну ладно. Точно номер, 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 номер. Такой чисто в рабочей форме, типичный владелец гелика. Ну да, ну да, 163, новый 310 ГОСКОМ, 235, готово. Ну, в принципе, окупился, можно сказать. Минус одна проблема, пацаны, ещё осталось 3. 3 старых гелика. Пацаны, один гелик, который мы купили самым последним, если я не ошибаюсь, а не матовым, самым последним. Вот такой вот, на бравусном просто бампере и на фрштайнерах. Вот мы его продаём за 135 тысяч максику. Я не ожидал, что его купят, если честно. Продаю его за 135 тысяч, получается, мы его купили там за 120 с чем-то. Обнулили владельцев. Ой-ой-ой, блин, а как посмотреть? А давай тогда это, на вот этот гелик, на вот этот гелик. Влепим номера, например, вот эти. Вот. Они, в принципе, нафиг не нужны. Всё. Теперь на этом гелике есть вот эти номера. Всё, гоу. А то был бы прикол, если бы я ему не то, что он захотел, а влепил какой-то бравусный. Ещё 2 раза комиссия, это было бы бред, конечно. Вот, 1600 комиссий, всего лишь 135 тысяч. Готов к обмену. Вот я люблю таких людей, которые не пишут оттворка, а за 120 заберу. Просто приехал, понравился, говорит, беру, и всё. В принципе, гелик ушёл. Всё, гелик, бай-бай. Ещё осталось у нас 2, которых нужно слить. Ой, пацаны, походу я буду сейчас рисковать и возьму вот этот Хуракан. F. Всё есть, кроме рамки, двигателя и бесключевого. Три владельца, 201 тысяча. Бам! Просто, просто бам! У меня теперь есть 2 гелика и 2 Хуракана. А я не знаю, пацаны, нафига я их купил. Забрал Хур? Нет. А нет, а его уже нету. Нету Хуракана. Бля, а Хуракан был топ, да? А чё там было-то на нём? Хром? Хром и фэтэш-то он был полностью. Бля, он возле выезда, он возле выезда, он стоит. Возле выезда. Вот. А! А, собственно, у меня теперь 2 гелика и... 2 Хурика. 2 Хурика. Да, и на нём есть, на нём есть смена. Здесь столько квадратов. Ты чё? Вот, есть смена, да. А какой цвет покрасить? Давай красный, как кнопка подписки. Пацаны, просто вот такой не надо. Вот надо вот такой, вот надо серый. Не красный, серый. Прикольно, теперь у меня есть 2 Хуракана и 2 хурика. Е-е-е, бой. Тратим бабки, да, не можем продать сачки. Е-е-е, бойки. А всё, пацаны, 4 владелец, 11 тысяч пропидаём и обнуляем за 100 кредитов. Ну и всё, теперь этот Хуракан, фэтэшный, на хроме, на смене. Ещё один владелец, 250, ребят, 250. Бля, мы опять всё вонимали. Ай, кайф, да? Кайф. Эти на глянце, а вот эти на хроме, на мать. Бля, вот это кортеж, да? Бля, гараж мечты, отвечаю. Можно понял, комплектом продавать. Вот этот комплект и тот комплект. Короче, пацаны, это серый или чёрный? Это серый или на мать, я продаю Арсению. Вот, давай, чёрный. Я меня не спрашиваю. Как он шёл, ох, ебать. Там не столько, он фиграя. Оттеняту по цвету. Ну, по цвету, да, за 135 тысяч, ладно, пойдёт, нормально, готов, готов. Хорошо, что я их продаю, блин, а потому что я уже задрался на них тратить своё время. Есть, 135 тысяч, он готов. Напиши 20-му, спроси, почему 222-й. Всё, ожидание, подтверждение от другого позиции. Всё, благодарю. Удачи, просто я продаю вот такой вот Хураканчик за 200. 250 игроку Хинза. В принципе, постоял сколько? Мальчаса 2-3, максимум, типа. Да 2, наверное. Пару объявлений, и всё. Просто пара, да и объявлений, да. Одно объявление с Хуриком было, и всё. Просто ещё остался вот этот долбанный Герих, блин. Его бы слить, было бы вообще идеально. Значит, Хинза, предложить, обмен. Хуркан, этот Хуракан, это прям вообще, прям сладенькое было. 2,700 всего лишь комиссия, почему так мало? 254 тысячи мне даже поставит, хоть. Я готов. А ты ему предложил? Да, да, стой, мы договаривались до 250, он положил 254. Бля, да ты ещё в плюсе, епта. Подожди, подожди. Пусть поставит 254, реально. Он проверяет, проверяет. Он 254 поставил, прикол. А я хоть тот продаю, блядь. Прикол сейчас своими номерами, судим. Там номера пишут. 254 тысячи, погнали. Да, 254, ну да. Бля, бы ехал за 250, слил за 254. Пацан, 205 тысяч. Хуракан. Надо брать, надо брать, надо брать. Конечно, надо брать и сливать. Пацан, давайте заедем, посмотрим. Я уже вижу, что это глянец, как бы. Но, если здесь мен, если есть, то это вообще пушка, как бы. Нету здесь мены, блин. Жаль, это только чёрный. Хуракан, ну, типа, 205 взял, я думаю, за 250. Я его, типа, свободно солью. Я, получается, третий владелец, он фатешный. Да нет, должен слить, типа, 100%. Так, пацаны, гелик. Снимаем номера. Снял номера. И уходит он за 100 тысяч. Ну, уже тридцатку мне перечислили. За 130. Нормально, я уже столько денег... Бля, штрафы. Штрафы. Я уже столько денег просто втратил, чтобы оплатить... А, это было нормально. Я уже столько денег тратил просто на объявление, что это капец. Эх, выдаю за 130 и всё, и больше не парюсь с ними. Гелики сейчас вообще никому не нужны, они все сливают их на БУ. Так что, нормально, нормально. Давай взять мен. 165, всё. 100 тысяч пойдёт. Сегодня, 19 мая. Заканчиваю, снимаю тебе этот ролик. И нашёлся покупатель на Huracan. Вот, на мой второй. За 228 тысяч долларов. Надеюсь, он правильно меня понял. Да. Блатная, собственно, цифра. Готов к обмену. Продаю его, как мне кажется, дёшево. Просто этот тюнинг недооценён, как перформант. Конечно, перформант и красивее, чем он, согласен. Но это тоже, блин, должен был быть какой-то более дорогой. 228 тысяч улетело. Удачи. Короче, пацаны, с помощью Димона мне подсказал вот такой вот сочный вариант. Там был стоит Макларен. А 720S, он фатешный. Ну, почти. Ну, фатешный. У меня это называется фатешный. Вот. Три владельца, 330. Покупаем. Так, пацаны, что здесь стоит? Здесь стоит матовая краска за 8 тысяч. По винилам здесь, я так понимаю, стоит смена. Давайте смену покрасим какой-то оранжевой. Но, во, оранжевый прикольно смотрится. Давай в оранжевый. Прям пускай. Я хотел сначала в бордовый, но буду оранжевый. Едем обновлять владельцев, что делать? И на продажу. У меня есть капот, пороги, багажник, накладка на что-то, на капот. Ксенон и спойлер. Короче, пацаны, приехали уже к Иванычу, как родному вообще куму мой. 4 тысячи пробег, 4 владельца обнулить. Все, улетели кредиты. Осталось у меня тысяча 900 кредитов на 19 автомобилей, в принципе. Протранжирил за последнюю, даже не неделю, за последних дней 5, типа, кредитов 500. Собственно, 13 минут уже ночи, как бы. И Владимир 3 восьмерочки приехал покупать мой МАК своему другу. Это очень офигенно. Принимаем обмен, добавляем. Макларен 720С. И он ему выйдет в 408 тысячи опыта. Дорого. Пипец. Я уж не верю, что я Макларен продал. Очень быстро, кстати, он ушел. Намного быстрее, чем Хурик. И намного выгоднее. Ну, немножко появится, все. Благодарю. Вадиме, 3 восьмерочки, если ты смотришь этот видос, тебе привет. Слушай, я чуть звук араканя поставил по привычке. А я не привык на БУ что-то покупать, алло. На ИКХ, вернее. Я вообще ничего на ИКХ, кстати, не покупал. Только продал. Че там, давай провести. Че? О, бляк, ура. Я говорю, он без приема и дисков. А так он вообще сочный. Чертись. О, поебись. Сколько у меня там? 514. Впрочем, как минимум, ему надо продать 175. Ой, да, рожу можно продать. Ну, это как минимум, говорю. Найти лоха, который в тюнинге не разбирается. И влепить туда за 250. А так, пацаны, сейчас просто из дешевого тупого харакана делаем просто яркий, чтобы кидался в глаза, я же перекуп. Вот, и сохраняем. Подтвердить. 185 сливаю. А, он только что готов, нажал и отменил. Не, нажимай обратно, не, я не хочу с ним возиться. По-братски. Давай, давай. Пальчики загни, пальчики загни. Нельзя писать. Пальчики загни, чтобы он нажал. Есть, нажал, 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 загнул. Вот, красавчик, давай. Давай, давай. Пэна нет еще. Ты же говорил, что пэна нету. Акмобилю написано, пневма нету. Че, продал? Да, 185. Дэм. В принципе, если все подсчитать, мы заработали 187 тысяч долларов. Но из них давайте вычтем 7 тысяч, это на бензин, на штрафы и на объявления. То есть, чистыми плюс-минус выйдет где-то 180 тысяч долларов. За неделю это было неплохо. Варианты вообще сочные. А еще сочнее этим промышлять, когда выходит новое обновление и очень много игроков сливает годных, очень много автомобилей на БУ. Тогда можно затариться просто выше крыши тачками, подождать там буквально неделю и слить их там прям хорошо дороже. В принципе, всем, кому я продавал тачки, привет, если вы смотрите этот ролик. Итак, мы подняли 180 тысяч долларов. Идем, наверное, к цели, к бизнесу какому-то. Или к Чирону. Не, скорее всего к Чирону, а потом к бизнесу. Ну, а с вами был Иван. Поставьте лайкос, напишите комментарий, что вы думаете об таком вот перекумбском методе. Может, что-то посоветуйте. Либо у вас есть тачки, которые вы можете продать ниже рынка, как бы. Можете все также писать мне в личку ВК, которая есть в описании ролика. Также не забывайте про подписку. Бед 86% смотрит без подписки. Подписывайся, бро. Будь как дома. Здесь очень-очень много интересного контента. И думаю, скоро сделан какой-то мини-розыгрыш на Редмире. Все, не буду вас задерживать. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.